этой радиостанции. А сегодня вы увидите и их лица. С тех пор, как 10 июня 96-го года впервые прозвучали позывные радиостанции «Курган-Р2 Ностальжи», приёмники многих зауральцев настроены именно на эту волну. Свежая информация, горячие репортажи с места событий и прекрасная музыка обеспечивают этой радиостанции внимание и любовь слушателей. И любовь эта взаимна. Я вас всех люблю, мои дорогие радиослушатели. Надеюсь, что вы всегда будете с нами. Всё, что я не могу сказать в прямом эфире, говорю сейчас вам. То, что я люблю своих радиослушателей, люблю свой коллектив, обожаю тем, чем я занимаюсь и каждый раз прихожу на работу с удовольствием. Я хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы они были и серьёзными, и весёлыми в то же время. В серьёзности в том плане, чтобы поменьше было нехороших шуток, которые иногда случаются. Хотя мы на них не обижаемся, мы просто как-то, сами понимаете, ну не на всё обижаются люди. А весёлыми, ну чтобы меньше грустили, это главная задача наша, сделать, чтобы у слушателей было хорошее настроение. Мы стараемся именно так и делать, и, по-моему, получается. Пусть так и будет дальше. Как вы успели заметить, эфир Курган Р2 Ностальжи делают очень молодые люди. И это благотворно отсказывается не только на оперативности появления информации в эфире, но и улучшает демографическую ситуацию в нашей области. Буквально на днях у Романа Кичанова родилась дочка Машенька, и он весь в традиционных заботах новоиспечённого папаши. На вопрос, какой бы он хотел видеть свою дочь лет через 20, отвечает так. Вопрос сложный. Кем станет, тем и станет. Будем рады всему. Лишь бы ребёнок был здоровым, крепким и жилой всем нормально. Наташа Фомина, ведущая программы «Услышь меня», четвёртый месяц большую часть своего времени посвящает маленькому Марку. Но по пятницам она в эфире. Скучаешь по радиостанции с моим коллегой? Очень скучаю, несмотря на то, что малыш у меня ещё совсем маленький. Я уже прихожу на работу, работаю, и я думаю, что дети – это наше счастье. И в нашей работе они не мешают, если работа тоже приносит радость. Так и происходит круговорот радости в природе. Дети приносят её в редакцию «Курган-Р2» ностальжи. Оттуда по радиоволнам она распространяется дальше и возвращается вновь на советскую 105 в виде отзывов радиослушателей. Вливайтесь в компанию.